Вакцинация уже не одно десятилетие держится в топе самых спорных тем. С появлением горновируса ситуация не только не прояснилась, но стала еще запутанней. Кроме того, пандемия стала благодатной почвой для мошенников. Они продают медотводы от прививки. Липовые справки, по данным специалистов, россиянам стали предлагать в полтора раза чаще после введения обязательной вакцинации. Моя коллега решила вникнуть в этот вопрос основательно. Смотрим. Продолжение следует... Сейчас прямо. И отправка сегодня. Точно не будет проблем. Еще никто не сказал, что не приняли. Всем одно и то же пишем. Единственная причина, по которой никто вам ничего не будет ставить. А если позвонят в клинику? Максимум, что скажут, это то, что врачи, которые расписались на справке, работают. Конечно, дозвонились мы и до больницы, чьи печати стоят на справках. Герой, который пожелал остаться неизвестным, не обманул. Справки такие вот дают вам? Уже звонили, может, кто-то тоже интересовался? Ну, а подлинность? Нет, никто не звонил, вы первые. Такие медотводы штампуют как на конвейере и рассылают по всей стране. И это далеко не единственный способ подделать справку о вакцинации. Так в Калининграде задержали старшего администратора местной поликлиники за продажу поддельных ковид-сертификатов. Не используемая вакцина от коронавируса она сливала в канализацию. По сведениям правоохранителей, ее услугами воспользовались более 20 человек. Вы бы станете звездой на телевидении. Шокирующий случай произошел в больнице в Калужской области. Дело не о медотводе, но случай оказался громким. Вместо прививки от ковида медсестра вколола семейной паре воду. Видео сразу разлетелось по соцсетям. Я сейчас разворачиваюсь, ухожу, но я еду в прокуратуру сейчас же. Вы вечером уже будете знать сами где. Люди пришли на укол вторым компонентом, но вакцина закончилась, и медсестра не придумала ничего лучше, чем вколоть плацебо. Напомню, подделка документов – уголовно наказуемое деяние. В России уже завели первое дело о подделке ковид-сертификатов. Инцидент произошел в Красноярске. Там медсестра одной из городских поликлиник сделала поддельные сертификаты о вакцинации для двух местных жителей. Железные основания не делать прививку все же имеются. Как получить медотвод, когда нужна справка о вакцинации от коронавируса, рассказала главный терапевт Минздрава России Оксана Драбкина. По информации медика, есть несколько типов медотводов – постоянные и временные. Если вы болеете гриппом, у вас будет временное направление. А постоянный отвод могут оформить, например, аллергики. Для получения справки нужно обратиться к лечащему врачу либо к участковому терапевту. Абсолютных противопоказаний к прививке немного. К ним относятся тяжелая аллергическая реакция, прием препаратов и лечение, воздействующая на иммунитет. Есть ситуации, когда можно получить временный медотвод. На постоянный медотвод противопоказаний мало, а вот на временное освобождение существует целый список заболеваний и болезненных состояний. Представительница Минздрава уточнила, что в каждом отдельном случае временной промежуток назначается отдельный. Напомню, вакцинация от коронавируса стартовала в России 10 декабря. Первыми привиться пришлось медикам и учителям. А с 18 января началась массовая вакцинация населения. На данный момент по всей стране полностью вакцину получили более 19 миллионов человек. С каждым днем число прошедших процедуру увеличивается.